Добрый вечер! Раньше окунуться в сказочную атмосферу, отправляются в пригород Гомеля. Именно там вот уже третий год живет Баба-Яга, но не в своей избушке, а в своем собственном домике Бабки Ёшкина. Деревня Бабки Ёшкина – это проект Дворца культуры Белецки города Гомеля. Он вошел в топ-10 лучших туристических новогодних предложений Беларуси. И сегодня вас, уважаемая телезритель, ждет встреча с хозяйкой поместья и ее подружками-ёшками. Ну, это чуть позже, а сейчас мы хотим представить вам нашего сегодняшнего гостя. Это автор проекта, директор Дворца культуры Белецки Александр Бондаренко. Добрый вечер, Александр Сергеевич. Добрый вечер. Добрый вечер. С наступающим вас Новым годом. Спасибо. И вас также. Спасибо. Ну что ж, расскажите, пожалуйста, когда возникла идея такого замечательного проекта, который уже за несколько лет буквально так полюбился не только жителям нашей области, но и Беларуси, и не только даже Беларуси. Рассказывайте. Ну, наверное, это была даже и не идея, это был стиль такой, потому что принести что-то новое, есть много резиденций Дедов Морозов, не только в Гомельской области, не только возле города Гомель и вообще в Республике Беларусь. А была такая идея создать какое-то необычное, не то что представление, а необычное место, именно новогоднее, которое ассоциировалось бы не только с Новым годом, а в некоторое время, наверное, и ассоциировалось бы с какими-то славянскими традициями. Ведь Баба Яга – это общепринятый славянский антипод. Вот, поэтому, очень долго думая, ночами, и даже вспоминаю, сезон это был август месяц. О, лето. А август месяц, да, летом уже в голове крутилась такая идея, как же, что это может быть, вспомнилась Баба Яга, ну почему бы и нет. И вот при поиске… То есть первый не Дед Мороз и Снегурочка, а Баба Яга все-таки. Далеко не первый Дед Мороз и Снегурочка, вот появилась идея Баба Яги, начали подходить к поиску места. Очень много мест под городом Гоймеля-Магре, усадьбы какие-то. И мы ездили, смотрели, присматривались. И вот когда приехали в то место, где мы открыли нашу деревню, ну, само собой, именно антураж деревни, антураж национального славянского такого стиля, сам собой подсказал именно направление и название деревни Бабки Ёшкина. Замечательное название. Что собой в целом представляет проект? С собой в целом представляет проект, это не только новогодние праздники, которые идут три года. Мы стараемся уже и в этом году, в уходящем, в 2016 году, немножечко и продвинули этот проект к такому празднику, как Масленица. В наступающем 2017 году мы будем его немножко продвигать и на летние праздники, такие, как Иван Купала. То есть, ну, все, что связано именно с национальными белорусскими праздниками, с национальными белорусскими символами. Потому что сверхзадача, сверхидея, наверное, сделать вот именно в нашем представлении Бабу-Ягу символом каких-то национальных белорусских праздников. И Баба-Яга как бренд, именно качественный бренд культурных мероприятий, посвященных национальной белорусской культуре. Да, ваша Баба-Яга, она же персонаж узнаваемый везде и всюду, всеми. Причем она же живет не одна в деревне, а целых три их. Расскажите, почему три? Ну, потому что это деревня. И в деревне не может жить одна Баба-Яга. Долго думали, искали с режиссерами, когда разрабатывали проект, самый первый проект. Вот что-то такая идея. Ну, почему их не может быть три? Вот просто три. Ну, надо было как-то обыграть. У всех есть одна Баба-Яга. В любой сказке, наверное, придя на любое мероприятие такого классического формата, да, Дед Мороз, Снегурочка, Баба-Яга, да, Антипод, между ними завязывается конфликт действия, да. Вот классическое развитие сюжета можно без проблем. А мы подумали, а давайте сделаем три. И вот у нас получилась главная Баба-Яга, причем это не только по ее поведению, возрасту и статусности, она главная. Но еще это подчеркивается и в костюмах, она у нас и с аксельбантами, и с какими-то военными акцентами есть. И когда-то начинали были и погоны, даже Буденовка была у нее. То есть мы меняли много образов, да, для того, чтобы именно подчеркнуть статусность главной Баба-Яги и ее помощниц. Поэтому, ну, три это деревня, это уже какое-то сообщество. Но это фишка, это наша фишка получилась, что именно три Баба-Яги, не одна, не две, не пять, а именно три. Вот золотое такое белорусское сечение, золотое славянское сиридзи, да. Потому что такого не слышали, что нет. Как вообще воспринимает это замечательное трио вашей гости? У всех разная, скажем так, оценка, у всех немножко разное восприятие. Ну, когда дети едут, у них первое впечатление такое, мы едем в гости к Бабе-Яге. Баба-Яга у них впитана, это уже с молоком матери, что это какой-то злой товарищ, который ворует, там чего-то делает, да, и так далее и тому подобное. А мы ее представляем, она, конечно, проказничает вместе со своими подружками, это без проблем. Но все-таки она предстает в образе такой доброй хозяйки своей усадьбы. Потому что это не просто домик или не просто какое-то место, это целый комплекс. У нее очень много всего, у нее есть и дом для гостей, и постоялый двор, и летняя беседка, где она гостей встречает, и свой домик, где она ночует, он там на втором этаже очень далеко. Когда дети просто приезжают, они смотрят на этот натураж самой деревни с ветряной мельницей, да, в национальном силе, все в это, в бревнышках, в камушках, все красиво. Баба-яга ухаживает за своими угодьями, много котов бегает, собак. Но и дети уезжают, они вот всегда говорят, что мы всегда думали, что баба-яга это точно злая. Вот приехали сюда, мы поняли, что это нормальная баба-яга, она нормальная, добрая, она всех принимает, любит, и детей она совсем не ест. Как некоторые думают, что сейчас же в печку, на лопатку, в печку, и все, и нет. Поэтому все дети остаются не просто довольны, они остаются под впечатлением, потому что даже у меня в архивах и в отзывах есть детские рисунки, которые дети рисуют под впечатлением, они приезжают с нашего представления домой и рисуют рисунки, и мне это родители присылают, посмотрите, под каким впечатлением остался наш ребенок. Ну это, наверное, самое дорогое стоит, когда ребенок остается под впечатлением. Это самое главное в нашей работе. Не каждый раз собирается вновь на блины бабушке в бабе-яге. Что нового вы собираетесь теперь внести в этот проект? У нас года год у вас меняется, какие-то новшества. В этом году как программа называется? Аж по-другому не есть. Ну скажем так, первое название бабки Ёшкина, это просто было представление деревни бабки Ёшкина, и мы его начинали настолько осторожно, аккуратно, потому что не знали, с какой стороны к этому подойти, потому что это новое не только для нас, но это новое и для людей, кому мы это будем предлагать. Когда мы увидели результат, когда в первом году, нежданно-негаданно, в декабре месяце нас посетило 1200 детей, и у нас были гости из Польши, из Украины, из Москвы, Санкт-Петербурга, и Брянск, и Гомель, само собой разумеется, и районного центра Гомельской области, да. Мы начали подумать, что, конечно же, нельзя останавливаться на достигнутом, надо как-то развиваться, да. И мы всегда оставляем три баба-яги вместе с главной, это центр событий, это сердце этого проекта. Но все остальное, конечно же, развивается. В прошлом году у нас назывались наши представления операция обезьяна, потому что был наступающий год обезьяны, в гости к бабкой Ёшкам приезжала обезьяна, которая хотела стать символом Нового года, и наши бабки Ёшки переодевались Деда Мороза и Снегурочки, и учили ее, естественно, плохому, потому что символ наступающего Нового года должен иметь то, что именно Дед Мороз говорит, а в конце появлялся настоящий Дед Мороз, настоящая Снегурочка, и разоблачали в фальшивых, то есть, представьте, у нас не только три баба-яги, а во время представления у нас появляются два Деда Мороза, две Снегурочки, да, то есть это было в прошлом году. В этом году мы ушли от той темы, кардинально поменяли. Петуха не будет. Петуха не будет, да, то есть, ну, символика уже ее привносить в сценарий, она была в прошлом году. Поэтому в этом году наш проект называется «Из зимы в лето», и по идее бабки Ёшки воруют Новый год, и для того, чтобы Дед Мороз, как зимний персонаж, не смог до них добраться, переносится вместе с детьми и с Новым годом в лето. То есть, Дед Мороз не может до них добраться, но на помощь Деду Морозу и Снегурочке приходит родная сестра Снегурочки, есть у нас такой персонаж, которого зовут Василина, летняя Снегурочка. То есть, вот такой, почему мы подумали, если есть зимняя Снегурочка, почему не может быть летней Снегурочки сестры? И вот... Замечательный, закрученный сценарий. Да, в летнем варианте, именно в летнем сезоне, помогает им Василина, сестра Снегурочки, для того, чтобы разоблачить бабок Ёжик, чтобы они вернули детям Новый год. Ну, конечно же, появляется добрый, волшебный Дед Мороз, который подытоживает и прощает бабок Ёжик, и все. И туго, замечательный, хорошо, да, и хэппи-эппи-подарки. Судя по рассказу Александра, такой замечательный детский новогодний такой тривер. Только разве может быть по-другому, да, добрый, и заканчивается, когда счастливый всегда, счастливый. Скажите, это же все ваши идеи в основном? Первоначально, да, конечно. Моя работа связана с тем, чтобы в первую очередь генерировать какие-то идеи. Не всегда, конечно, руки доходят до ее детального воплощения, но для этого у меня есть помощники, у меня есть режиссеры, у меня есть администраторы. Слава богу, это отличная команда профессионалов, она у нас очень небольшая, у нас работает всего лишь 4 человека над воплощением всех проектов. А это, дело в том, что бабки Ёжкин, это не единственный проект дворца, их у нас очень много. Поэтому все очень точно, все очень продумано, все очень душевно, потому что мы стараемся делать все наши проекты не для того, чтобы, наверное, где-то заработать, не для того, чтобы, наверное, где-то кого-то удивить, а для того, чтобы получить самим наслаждение. Вот это первое золотое правило. Да, когда ты получаешь наслаждение от того, что ты делаешь, люди, которые приезжают к тебе в гости, они это чувствуют, эту отдачу, и, соответственно, проект всегда идет на уровень. Ну и то, что сама аудитория, что это делается для детей, это всегда тоже подкупает, и хочется сделать еще лучше. Новый год, волшебство, праздник, конечно, хочется сделать как нельзя лучше для детей. Вы знаете, да, ну, третий год у меня получается так, что я не пропускаю ни одного представления в деревне бабки Ёжкина. Ну вот у меня такое золотое правило. У меня представление новогоднее. Я, честное слово говорю, я встречаю в декабре, наверное, Новый год вместе с детьми, но раз 30-35, это минимально. То есть вот когда начинается представление. Счастливый вы человек. Да, и я не устаю с детьми водить хороводы. И вот, честное слово, мне это нравится. Каждый раз иногда по три представления в день бабки Ёжки дают и встречают гостей. Я три раза вожу хоровод, три раза зажигаю ёлочку, и все равно это вот ощущение, понимаете, наверное, это не то, что омолаживает в моем возрасте, нельзя так говорить, да. Это тебя переносит в детство. Да. Это все-таки детские ощущения, которые, может быть, где-то недореализованные остались. И все-таки вот хочется туда вернуться, вот в эту добрую сказку, в этой атмосфере, в зимнем лесу, в снегу, в ёлочках, с тремя бабками Ёжками, Деда Морозом, Снегурочкой. Ну и это настоящий Новый год. Настоящий. Но вы довольны работой тех актеров, которые помогают воплощать проект в жизни? Конечно. У нас есть, как принято говорить, своя текучесть кадров. И я с гордостью могу говорить, что у нас есть сейчас актеры, которые работали с нами в первый год воплощения этого проекта, во второй год. Они сейчас учатся, вот одна наша девочка, одна из бабок Ёжик, средняя баба Ёга, она учится сейчас, она поступила в театральный институт в Санкт-Петербурге. То есть она пошла именно по этому направлению. И, наверное, есть какая-то доля и нашей заслуги в этом, что человек поработал с нами, и вот решила, почему бы не связать судьбу именно с этим направлением. Решила, и у нее это получилось? Да, она поступила, да, она учится в Санкт-Петербурге сейчас. Теперь ваша задача еще удержать таких профессионалов у себя, заинтересовать. Александр, ну чувствуется, что вы, конечно, довольны этим проектом, что удалось его воплотить, и он приносит такую отдачу. Какие, может быть, идеи на перспективу имеются, и что хотелось бы воплотить в будущем? Ну, открывать, наверное, какие-то посольства, либо отделения по Республике Беларусь, это, наверное, неправильно будет, да, потому что деревня все-таки должна быть одна. Конечно, если касаемо этого проекта, хочется более широкого выхода на аудиторию, если в этом году с нами работает 22 туристических агентства, которые вместе с нами организовывают посещение групп детей именно у нас на мероприятиях. В следующем году, конечно, хочется выйти уже на профессиональный рынок и Российской Федерации. Там есть спрос, но есть кое-какие нюансы, которые мы должны уладить. И хочется выйти и в другие области Республики Беларусь. Почему, если ездят дети из города Гомеля в Беловерскую и Пущу, в Брестскую область, почему же дети из Бреста не могут съездить в деревню Бабки-Ешкино? Поэтому развивать проект можно до бесконечности, но самое главное, чтобы он не был запылен, потому что иногда его можно делать на протяжении лет 7-10, и он уже всем надоест. Уже слышали, слышали, слышали. С таким генератором идеи вряд ли это будет идея. Ну, будем, наверное, что-то менять. Может быть, через пару лет на небосклоне новогодних представлений в Республике Беларусь вместо деревни Бабки-Ешкино появится еще какое-нибудь предложение. То есть мы поменяем идею, но все-таки останемся в своем креативном ключе, потому что на сегодняшний момент представления в театрах, в дворцах культуры, это все есть. А вот чего-то необычного на открытом воздухе, за городом, я думаю, что этого не хватает. Александр Сергеевич, ну, хочется предоставить вам возможность, наверняка хотите поздравить наших телезрителей с наступающим Новым Годом. Ну, конечно же, я хочу поздравить в первую очередь маленьких телезрителей с наступающим Новым Годом, пожелать им всего самого наилучшего, пожелать им, чтобы в этой жизни было побольше улыбок. Потому что за серыми буднями иногда не замечается самое элементарное. Когда мы начинаем улыбаться друг к другу, да, немножко уже другое ощущение от взаимодействия. Родителям, конечно же, я хочу пожелать здоровья, здоровья им и здоровья их детям. И, конечно же, я приглашаю к нам в деревню Бабки Ёшкино для того, чтобы, особенно для городских детей, это, наверное, необходимость выехать на свежем воздухе хотя бы полтора часа в компании с настоящими сказочными персонажами провести это время. Это правда. Так что телезрители, кто еще не был, обязательно побывайте в деревне Бабки Ёшкино. Кстати, скажите, до какого числа вот в этом году и уже в следующем 17-м можно попасть? Наши представления вообще запланированы до 7-го января. Мы можем их совершенно безболезненно продлить и до 13-го января. Все зависит, конечно же, от спроса и от формирования групп, которые будут приплывать. Спасибо. Огромное вам спасибо. Ну что ж, вам, Александр, и всей вашей творческой команде мы желаем огромных успехов и также здоровья. Ну и, конечно же, замечательных, счастливых новогодних праздников. Спасибо. Счастливого Нового года. До свидания. Уважаемые три зрители, буквально после небольшой паузы в нашей студии появятся главные герои, вот, жительницы, так скажем, деревни Бабки Ёшкино. Будем надеяться, проказничать они у нас тут сильно не будут. Ну, будем ждать, Саш, да? Да, в нашей студии появится не одна Бабка Ёшка, но вместе со своими помощницами. Не переключайтесь. Ничего, что мы живем в болотах! Из-за естества мы мечтали о полетах. Не учили в летных школах нас, но летать мы стали выше глаз. Обгоняют просто бабы-яги. А мы тут и Боинги, и яги. Что, пар, бочка, мертвая петля? Вместо мы умеем без руля. У нас тут и Боинги, и ягод, и ягод, и ягод, и ягод, и ягод. Куда это мы тут залетели, а? Добрый вечер, бабушки. Здравствуйте. И откуда вы такие красивые-то к нам прилетели? Из лесу висима. Саша, не могу поверить, что сегодня у нас в гостях самые загадочные женщины. Скажите, как ваши имена, как вас зовут? Ега. Ёшка. И ягод. Очень приятно. Как ваше настроение в преддверии Нового года? Ну, как ваше настроение, бабушки? Нормально? Понимаете, мне этот Дед Морус, что портит каждый год? И радикулит. И радикулит. Ой, да-да-да. Каждый год одно и то же. Как? Триста лет, говорит, одно и то же. Да, праздник. А чем нам это праздник? Правильно? Не понятно. Как зачем? Ега. А дети, они же ждут Нового года праздника. К вам идут и детям. А дети противные дети? Да, противные. И даже съесть их нельзя. Слушайте, вы же... Че, не любите детей совсем? Не, ну так. Не, они вкусные. Да. Они вкусные, да. Да, вкусные. Иногда, иногда, иногда мы их любим, когда они хорошо себя ведут, вредничают. Ёшки. Да как мы. Как мы вредничают. Вы сами на себя ёшки наговариваете, потому что мы слышали столько отзывов и впечатлений от детей. Вы им очень нравитесь, вы их там угощаете, забавляете. Что вы сейчас на себя наговариваете? Мы их откармливаем. Да. Откармливаем. Да. А чем откармливаете-то? Пиявками для лягушки. Кто же это ест? Шутим, шутим. Еда у нас вкусная, домашняя. Блинчики, варенье, пожалуйста, сами готовим. Даже чайок иногда наливаем. Да. На травах настойной. Ну вот, а то напугали нас, что детей там уже и голодом морите, и неизвестно, чем кормите. Хозяйственные бабки ёшки нам попались. Хозяйственные. Хозяйственные. Они живут в лесу, на свежевоздух, на природе, в целой собственной деревне. Расскажите, чего сменили-то избушку на курьих ножках, традиционную, которую мы все знаем с детства? Такие шикарные апартаменты. Так что ж, времена-то ведь меняются. Бизнес, понимаешь ли, у всех. Мы тоже решили попробовать. А вдруг у нас бизнес получится? А вы завидуете, не завидуете. Не завидуете, правильно. Простили нашу избушечку-то на курьих ножек. Комфортно, комфортно. Бабушки, мы старенькие уже. А там у нас и банька, пожалуйста. И мне покушайте. Лес, воздух, грибочки, мухоморчики. Да, да. Как вы умудряетесь. Мы в окошечко так вот посмотрим. Где какой детеночек-то вредный сидит. За голову и к себе. Да, или пуганем. Ну так, пуганем, слегка. Вот и заикается. Ну, детей-то вы принимаете. Они нравятся им у вас. С кем вы праздник устраиваете для детей? Вы же там не одни у себя? В новогодние праздники. Ну, эти приходят противные. Приходят, да. Снегурочка-то дед Мороз. Снегурочка в этом году вообще сестру какую-то свою привела. Вообще. Никакой на них управляет. Такая противная. Нет сил. Боремся, боремся. Ну, вы же нашли с ними вообще. Да, главное, что свой порядок пытается не давать на нашей территории. Говорит, вот тут Новый год, подарки. Да. А нам так подарков нет. Нет, ну, иногда. Забываем, забываем. Да, жмем, то есть. Ёшки, ну, как подарок. У вас такое количество детей, настроение. Это же самое главное. Настроение хорошее. Настроение, настроение, да. Настроение, да. Да, мухомборчиков-то наживаешься. Такое настроение. Как вы-то бабульки так уживаете? Такие темпераментные, такие все горячие. Да. Ну, кем не все живете? Кто главный, признавайтесь? Кто кирует парадом? Ну, какая-то старуха главная. Да ладно. Обиженно. Заживи-то моих лет, тоже будешь старухой. Ишь ты. Нет. Мне только 300. Смотри. 50. Домой вернемся, превращу вас что-нибудь в жабу какое. Вот так не возражайся. Меня как это самое, не похулиганишь. Все вместе-то живете или как? У каждой свой домик. Все вместе живете? Да, все вместе. Мы тут собрались, решили, что так дружнее. Конечно. Не скучно. Он нас туда как загонит, и мы сидим там под партишки, поиграем в другой раз. Ёшки, ну вы уже третий год детей забавляете. А как начинали? Все сразу втроем вы и появились? Или яга сначала, как старше? Мы все появились. Мы сразу, да, вот как поселились. Так нам детишки-то поехали. Так, ну, Родушка, детишки, нам же и взрослые едут. Да. Да, да, радуются уж как. Взрослые больше. Взрослые больше. Взрослые тоже любят Новый год, правильно? Мы не только Новый год, они к нам на Масленицу приезжали. Любите Масленицу, тоже в себя устраиваете? И Масленицу встречаем. И вообще взрослые у нас, да, на Масленицу сколько? Ой, так они жестче немножко, вот жестче. Детки, я не помню. Ну, знаешь, когда немножко, конечно же, да. Ну, если через костер попрыгают, разогреются. Ну, да, да, да. Подкопсятся. Точно, точно, нормально. Точно, да. Яга, я смотрю, ты костюмчик в этом году сменила? Меняешь, я смотрю, гардеробчик из года в годик? Так, ну, только я. Мы все, вон, видишь, прибарахли. Красотки. Ну, дела вроде как немножко чуть в гору идут. У них моды-то от Кащея, это ж не просто так. Да? Ах, реально? Да, от Кащей дождешься, что он все только дед, что золото свое пересчитывает, 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 пересчитывает. Ну, тоже мне кавалер нашла. А там копейку на дамов пожертвовать, так вот. Вот, да, да. Жадина. Где наряды-то свои приобретаете? Так вот, где, да, это самое, где кого? Василису прижмем, чтобы она нам дала. А где чего? И сопрел. Так вы бабки рэкетом промышляли? Нет, 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 не надо. Мы берем то, что плохо лежит. Да. Никакого рэкета. Да. Лежит в другой раз плохо. Очень много. Как, да? Но никакого рэкета нет. Ёшки, ну у вас в этом году ж программа такая интересная. Вы вдруг, мы так с Сашей поняли сегодня, что из зимы вдруг оказываетесь в лете, да? Оля, любимая часть программы. Не, это хорошо. Да, ваше там солнце. О, мы даже, ой, где тут? Мы себе даже в гардеробке. В гардеробке, да. А, так у вас еще есть летний вариант у нас. Нет, ну ка не, вот. Сейчас мы вам покажем. Ну-ка, давай. Приборохли. Вот. Слушай, модницы еще те, смотри. Красавицы. Плохие, хорошие, старые, молодые, но все-таки дамы. Да. Понимаю, что вопрос очень нескромный. Ну, по сколько вам лет, ёжечки? Ишь, какая любопытная. А вот это. Ой, любопытная. Ты хочешь знать, что-то на всех вам сколько? На всех. Это же постарше будет, это молодежь. Интересно, на всех сколько? На всех за тысячу, за тысячу. Терево и точно. Ну, вы так и выглядите молодцом. Мы стараемся мухоморчики-то пожить. Кто же будет хорошо быть? Саша, доставай аппарат, фотограссируй, когда еще будет такое колоритное фото. Смотри-ка. Сейчас. У нас такие очки классные. Вот. Мухоморы, что ли? Мухоморы. Как мы вам? Красавицы. Очень вы нам нравитесь. Что в первом наряде, что во втором. Прелесть. Вот и в лето окунулись. Да. А как на море прилетели? Ой, да. Ой, красота. Едишь, не говоришь. Морь плечется, а мы покупаемся. Да, да. Вот пока они не придут и не начнут. Да. Зиму. Да, начинается. Зиму. В общем, вам еще... Везет к бабкам. Билеты покупать не надо. Не надо. Сел на мезло и... Море. Могу и вас прокачить. Да, запросто. Запросто. Обязательно. Махнем. У вас что, машина? Современная. Махнем. Не глядя. Махнем. Мы вам одну метку, мы нам одну машину. Нет, давайте лучше другой разговор. Идемте как? Яга, другой вопрос у нас к вам. Ёжечки. Ну, ваши наверняка, ваши метлы волшебные. Дети загадывают желания возле ваших... Конечно. Если доберутся, конечно, до наших метелок. Мы их особенно-то как бы не подпускаем. Да. Мы больше загадаем. Метелки, поди, не казенные. Метелки, поди, не казенные. Да, да, да. Желаний на всех не хватит. Да, да, да. А то, что спорят к метлу, потом полетишь, да и бухнешься. Уважаемые ёжечки, мы с Сашей перед дверью Нового года ну так хотим загадать желания. Ну, может быть, уж позволите нам по одному желаниться. Если тогда нам станцуете. Позвольте. Да. А вот мы станцуем, мы покажем, что они... А вы споете? Давайте вот потанцевали, а вы... А вы споете нам, чтобы нам, ну, было под что? Под вашей ля-ля-ля. Ну, давайте вот нашу музыку бы эту и вы станцуете нам. Товарищ визитёр, запускай, Саша. Давай! Оп-оп-оп-оп-оп. Ничего, что мы живём в болотах. С детства мы мечтали о полётах. Не учили в лётных школах нас. Но летать мы стали выше глаз. Обгоняют просто бабы-яди. Наны, ту и боинги кияки. Что, пар, почка, мёртвая петля? Мы-то мы умеем без руля. У нас пришло своё... Мы же, вы, вы, заработали. Заработали. Самое удобное место. Самое удобное место. Давай, давай. Давай, говорите. По очереди надо или одновременно можно? Настоящая бабы-яга. Саша, ну давай. По одному. Ну... Это не вслух. Не вслух. Про себя. Это не сбудется. Есть. Я хочу. Так, и я. Всё. Ой, не быть женской, как мы загадала. Ладно. Концов. Концов. Ой, спасибо, спасибо бабушке. Ох, бабки, как же вы общий язык-то с Дедом Морозом и Снегурочкой находите, расскажите. А у нас выбора нет. Да, да. Как они терпят-то вас, таких вот экспрессивных? Скажите, это ещё кто кого терпит, да? Да, да, да. Прошу заметить, препаративный этот Дед Мороз. Препаративный. Нет, ну, и Снегурочка вместе со своей сестры. Ну, в последнее время Дед Мороз стал более сговорчивый, ничего вроде как. Как на тьме тяжело, тяжело. Он всё равно диктует нам союзные. Ну, кто-то ещё кроме них помогает вам с детьми управляться, да? Кто ещё праздник устанавливает? Ну, каждый год немножко по-разному кто. Ну, в прошлый год она к нам в обезьян прилетала. Да. И за хреньки на лыжах пришла. Такая наивная. А, я мальчик. Почти, да. Вы облакожили. Да. Ах вы коварные какие. Потом мы, конечно, подружились. Вот потом мы с ней в гости к ней слетали. Правда? А мы посмотрели, посмотрели. Всё горит. Да, маленечко так. Ну, хорошо, молодцы, Егишна. Ты всё жалуешься, жалуешься на деток. Я вот думаю, смотрю, у тебя там горбик есть. Это кто? Это чего это ты так? Самая молодая, а уже с горбиком-то. Вот сгорбачилась от работы, заставляя отработать. Это вредная баба-ява. То шишки собирай, то иголочки от ёлки подметай. Что это ты не слышал? Труд создал человека. Из обезьяны превратился. Хочу обратно в обезьяну, так сейчас. Пойдём. Сама как обезьяна. Егишна, что-то котик, который на плече поселился. Хорошо ему, я смотрю. Это копчёныш. Копчёныш? Ой, маленький, маленький. Кусай, всё. Ёжечки, скажите, Новый год вы любите? Да мы все праздничек любим. Да, Новый год. Так вот подарок нам никто не хочет дать. Обидно как-то даже. Радуемся, радуемся, ждём, ждём всех встречаем. В детском подарке. А вы знаете, какой главный у вас подарок, мне кажется? К вам приходит столько детей, а они все такие добрые, они все такие улыбчивые и доброжелательные. И всё это передаётся вам, этот их позитив детских настроений. Вы напитываетесь и молодеете с каждым. Да, 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 да. Да, трёхсот лет я так и ничего. Я думаю, что вы именно поэтому такие красивые, молодые. Не всегда такие добрые. Как только скажут, бабки ёжки плохие, давайте в них снежками бросать. Так они нас бегут и гонят этими снежками, прям не остановиться, пока снежки не кончат, правда? Да. Ну, не знаю. Даже в лесу не спрятаться. Нет, ну, детки хорошие, вот у нас хорошие детки, хорошие детки. Да. Играют с нами, да. Конфетками бывают. Да, бывает. В общем, я смотрю, зуб встали, наверное, портфель. В деревне. Да, весело, конечно. Весело. Посмотри, мы втроём весело. Ещё с детворой. Самим нескучно. Мы сами по себе на руки такой шустрей. Солы, да. Ёжки, знаете, вот хочу у вас спросить. У нас же традиционно, вот ещё с детства, со сказок, какая ассоциация с бабой-ягой? Это вот такая вот некрасивая бабка с длинным носом, с горбом, вся злая, вредная, детей обижает. Расскажите, какая она современная баба-ягая? Ну, не как-то мы красивые. Мы красивые. И носы у нас красивые. Вредность это всё второстепенное, но мы же красотки. Мы вообще шикарные. Мы можем вообще даже на какую-нибудь мисс полететь. Мисс Баба-яга, почему ничего? У нас же проходит даже в Гомеле конкурсы, вполне можете, да, участвовать. Костюмчик ещё какой-нибудь Василий, ну мы. И пойдём на конкурс, да. Можно, можно, можно попробовать. Скажите, а метла по традиции, это ваше единственное средство передвижения? А что, ступа у нас ещё есть? Ступа есть, да. На Леша можно ехать тоже, но он не любит возить. Нет, не любит. Приходится в основном, да, метла, метла. Вы самодостаточные женщины, справляетесь сами со своими проблемами. Да. Бензинчик не требуется, бензинчик не требует, он ещё дорожает, да, дорожает, да, на машинах. А мы тут сели, волшебные слова сказали, да и полетели. Да. 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 Бабки-ёжички, у вас есть сейчас уникальная возможность поздравить наших дорогих телезрителей с наступающим Новым Годом, и больших, и маленьких. Ну и, конечно же, пригласить к себе в гости, пожалуйста. Ну и что, дорогие вы наши, которые телезрители-то с той стороны, да, с Новым Годом вас, с наступающим. Говорят, какой год-то петуха, что ли, да? Да. Вот, говорят, счастливым будет, всем подвезёт, кому не лень. Кто не лодырь, те могут рассчитывать на хороший Новый Год. А мы всех в гости приглашаем. Приезжайте к нам. Приезжайте к нам, да. И на Новый Год, и на Масленицу приезжайте. Будет весело. Это же мы вам обещаем. Да, 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 да. Ой, спасибо за такие замечательные поздравления и приглашения. Я думаю, что очень многие дети, кто не был, ещё с удовольствием к вам приедут. Даже вот мы с Сашей, Саш, мы с тобой ещё не были. Да, конечно, праздник получится точно не забываем. Если мы приедем, всё. Ну, господарствами к нам, пожалуйста. Конечно, мы же столько сегодня на нажалуюсь, даже немножко где-то вас жаль. Хочется вас уже чем-то порадовать. А с микрофоном и камерой подойдёт? Славу-то любите бабушки? Да, 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 да. Ну что, мы вам желаем тоже счастливого Нового Года, крепкого здоровья, чтобы вы ещё жили много-много лет и не чуточки не старели с годами, а только молодели. Спасибо, девочка, добрая девочка. Детишки, не обижайтесь. Не бойся. Спасибо вам за позитив. До свидания. Полетели? Полетели. Эй, заводи метод. Заводи метод. Давай. Друзья, и вперёд. Поехали, девчонки. Поехали. 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 Пока-пока. Это программа «Добрый вечер, Гомель». Мы продолжаем эфир телеканала «Беларусь-4». До Нового Года осталось совсем немного, буквально несколько дней. Эти дни особенно важны, потому что ещё есть время проникнуться атмосферой праздника и сделать его незабываемым. И для того, чтобы всё получилось, нужно вдохновение, инициатива, фантазия и, конечно, немножко труда и терпения. У наших следующих гостей как раз этого предостаточно. С удовольствием вам представляем известного гомельского скульптора, педагога дополнительного образования Центра творчества детей и молодёжи Советского района Гомеля Тамару Дмитриеву. Тамара Валерьевна, добрый вечер. Добрый вечер, Тамара Валерьевна. А также мы рады представить нашу маленькую гостью, это воспитанница Тамары Валерьевны, Маша Иванова. Добрый вечер, Машенька. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень рада вас видеть у нас в гостях в этот прекрасный предновогодний вечер. Тамара Валерьевна, вы как человек творческий, который, как никто, наверное, знает, как можно в праздник принести какую-то свою изюминку. Каждый по-своему готовится к празднику, исходя, наверное, из тех материалов, которые у него дома есть. Поскольку у нас основной материал нашей работы – это глина, то мы с детьми заранее, за два месяца, начинаем лепить уже все, что только придумают дети. Фактически сюжет очень много подсказывают дети. Новогодних композиций, как и к себе домой, так и на наш конкурс. У нас в республике проводится все время, каждый год конкурс «Калядная зорка» называется. Но мы должны предоставить работы в конце ноября. Поэтому у кого-то осень, а у нас уже в октябре мы лепим новогоднюю тему. Когда еще листья желтенькие, мы лепим свои беленькие замки, как вот вы видите, стоит беленький замок. Либо из красной глины делаем какие-то свои другие поделки. Значит, в этот год у нас приятная такая новость. Мы второй раз становимся, ну, входя в тройку лучших республик. Первый раз это было несколько лет назад. А сейчас мы третье место занялись. Наши новогодние композиции. Такой триптих представили. Но так быстро все делали, что не сфотографировали. И все это ушло в Минск через областной. Поэтому фотографии мы в следующий раз вам принесем. На конкурсы серьезного уровня, насколько я знаю, да? Республиканский. То есть это сначала по районам, потом город, потом область. А мы уже прямо на область горяченькую принесли, потому что, ну, не успевали. Это общая работа. Все ребята, которые у вас занимаются, наверное, творили этот шедевр. Да, да, это мы лепили два занятия, фактически два дня, потому что большие пласты были, почти вот, с вашего, почти стол. Все вместе, больше вашего стола. Такие три пласта. Между собой они связаны веревочками. И вот на одном, что у нас было, Маша, на одном? Ну, на одном лес, на другом деревне, на третьем. Деревне, а на третьем? На третьем город. Город. То есть все делали... Маша, а ты что лепил? Ты лепил, принимал участие? Да. Расскажи, что ты лепила. Какую часть работы ты выполнила? Я там лепила зверюшек. А елочки-то делала? Лепила елочки. А что больше всего и лучше всего получилось? Ну, зверюшки. Она очень любит зверюшек лепить, она молодец. Маша, сколько тебе лет? Да, совсем маленькая, уже занимаюсь. Вот кажется, совсем такая юная девочка, а уже шесть. А сколько ты уже времени ходишь заниматься к Тамаре Валерьевне? Ну, только начала в этом году учиться. И уже успехи, да, уже принимают участие в общем... Ребенок родился со способностями, потому что на первом занятии нам нужно было вылепить маленькую осеннюю композицию, такую пласт небольшой. И ребенок, я смотрю, что-то долго лепит. Она вылепила такого маленького южечка с иголочками. Каждая иголочка отдельная. Машенька, мы не довезем эти иголочки, нам нужно большими массами лепить. Это такой анекдот наш. О чем это говорит, что ребенок маленький, который только начинает такую маленькую вещь? Родился. Вы понимаете, рождаются с талантами. Все дети рождаются с талантами. Вопрос, чтобы родители, педагоги их как можно раньше увидели и помогли развивать эти таланты. Нету бесталантных, нету, ребята. Мы все талантливые. Дети наши в 10 раз талантливее нас. Ну а те, кто приходят к вам заниматься и только делают первые шаги, у них есть шанс тоже развить в себе эту способность? Да, во-первых, это навыки моторика, соответственно, речевые части мозга, развивается речь. То есть, чем лучше ребенок лепит, тем как бы быстрее и правильнее он начинает говорить. Были опыты, как бы с бабушкой приходил внук, за полгода лепки изменился почерк, то есть стал лучше почерк. И потом, даже если у ребенка нет художественного видения, у него через глину приходит конструктивное и пространственное мышление. Понимаете? Потому что как вылепить кружку, он вдруг понимает, что это цилиндрическая форма. Замок вылепливается из сферообразной формы и конусообразных форм. Работа именно с глиной, из натурального материала, это вообще нечто. Это энергетика, наверное, бешеная. Это не полимерная. Вот просто стоят все эти компоненты, все эти инструменты и сам вот пласт глины, и уже какая-то атмосфера особая в нашей студии. Ну, глина начинает говорить. Машенька, какое у нас есть правило, когда мы лепим с глиной? Что мы должны делать? Нельзя говорить плохих слов. А думать? А думать только о работе. А хорошие слова думать или плохие можно думать слова? О хороших. Какое у вас золотое правило? А почему, если вдруг плохая мысль мелькнет, что происходит? То глина все запоминает. Что, глина делает? Запоминает. Запоминает. Запоминает глину. И потом начинает ломаться работа, даже в печке взрываются. То есть энергетика воды, которая присутствует внутри вот этой мягкой глины, ну вы знаете уже сейчас очень много информации, все записывает, абсолютно все записывает, всю нашу словесную и эмоциональную энергетическую информацию. Слушайте, вот у меня рабочая, я поштукатурила недавно стенку, все потрескалось, так, наверное, с плохими мыслями. Совершенно верно. Совершенно верно. Может и такое быть. Может быть. Хорошо. Тамара Валерьевна, что вообще лепите к Новому году с детьми? Игрушки, фигурки? Ну, мы абсолютно, я говорю, все лепим. Дети сами придумывают. Но любимая тема, это, конечно, Дед Мороз, Снегурочка, Ангелы. Ангелочки, наверное. Да, замки у нас Деда Морозов были, царство снеговиков, и есть еще у нас любимая композиция, вот Дед Мороз на санях с лошадью, вот он с мешком едет развозить подарки. То есть мы лепим абсолютно все. Ну вот сегодня мы привезли аналог для нашей сегодняшней лепки, это вот Ангелочек будет такой небольшой новогодний. Вот, и я предлагаю присоединиться к нам, и вместе вот Маша, я, еще кто-то из вас, ребята, мы были. Да, я с удовольствием. С удовольствием. Итак, что мы, какие мои функции? Ну, в общем-то, мы будем втроем создавать Ангела. Вам, поскольку вы у нас так сидите более в чистых таких условиях, я предлагаю из шарика скатать его, сделать его пустым внутри, пальцем сделать пустоту, и вылепить лицо Ангела. Значит, две впадины вот этих глазных делаем, и тут какой-то носик прилепливаем через шликер, все прилепливаем. Последние прилепливаются друг с дружкой, а мы смазываем жидкой глиной, шликером, и глазки прилепим, прилепим носик, прилепим губки. Волосы потом я покажу, как прилепливать. А мы с Машей, так, Саша, да, вот закатайте рукавчик. Я серьезно покажу к этому процессу, потому что... А мы с Машей сейчас приступим к крылышкам, Маша начнет делать, а я буду делать туловище для Ангела. И через минут 10 мы уже его, надеюсь, соберем. Не готовы у меня еще, ведь. Вот это ваше? Так, Машенька, давай. Машенька, я нарисую... Я вот... Хорошо, что папочка есть, ездит и лепит. Маше я нарисую такое сердечко, потому что это легче всего делать два одинаковых крылышка по форме сердечка. Машенька будет делать пласт, то есть мы делаем пласт, Машенька, приступай, а я скажу. Это такой блинчик, толщина должна быть где-то миллиметров 5, или, как мы говорим, какая толщина должна быть? Как клеточка в страте по математике. Да, как клеточка в страте по математике. Много долго не крутите, потому что руки, если энергетичные, тепло и выходит, и энергия, быстро сохнет глина, начинает трескаться тогда. Значит, эта фактически работа называется способом пласт. Многие художники этот метод используют, позволяет сделать большие и объемные вещи фактически по технологии картонного конструирования. Пласт завьюживается спустя какое-то время, сутки, двое, становится так называемым кожемятным. То есть его можно поставить вертикально, и он уже будет ставить вертикально. И из этих вертикальных конструкций можно ввелить огромные скульптуры. То есть это существует метод у художников-керамистов. Методов очень много, зависит, так сказать, от привязанности самого человека, от его предпочтений, от задач, которые ставят в данной ситуации. Но поскольку мы с детьми учимся лепить абсолютно все, начиная от архитектуры, дизайн у нас предметов всех, начиная от посуды, шкатулки, модели техники мы делаем. И заканчиваем, так сказать, наши, не занятия, а наши темы лепкой животных и даже людей. Это самое сложное считается, да? Люди, не только маленькие фигурки, мы делаем еще маски новогодние. Вот мы делали как раз маски новогодние, Маша, будем разукрашивать, приедут с обжига. Где дети учатся, изучают пропорции лица человека, чтобы маски были уже... Это то, что не хватает. Не ангел, а какой-то гублин получается. Замечательно, Заша, все-все-все-все, замечательно, замечательно. Значит, только главное глазки еще сделать. Не, ну слушайте, ну это же никакие ворота не качать. Смотри, ты там справляешься без всяких, вон там всяких инструментов много на столе, руками. Значит, можно уйти от мужчины куда-то в сторону. Да, мне нужно что-нибудь такое вот. Инструмент? Да, какой-нибудь. О, отлично. Режущее, пылющее средство. Так, есть, да, Машинка? Да. Так, у меня пласт уже заканчивается сейчас, в смысле, работа над пластом. Это развертка конуса, немножко усеченного. То есть такая почти должна быть треугольная форма, но я уже верхушечку не делаю, поскольку мы потом его будем обрезать, поэтому я сразу не леплю, чтобы не тратить время на ненужную работу. Потом мы пальцами выглаживаем, добиваемся такого равномерного распределения глины по ткани. И еще у нас есть вот такой инструмент, вот с горизонтальной поверхностью, достаточно такой широкий. Когда мы проглаживаем нашу работу, и сразу видим, где у нас ямки, вот у нас ямки есть, и где горочки срезает инструмент. И в ямки я вот собираю глину вот эту с инструмента, и в ямки я закладываю. И еще раз прогладим. Так, Машенька, давай, миленький, догоняй меня. Замечательное свойство глины – это то, что глина может отпечатать абсолютно любые поверхности. Рисунок можно делать, да? Посмотрите, там у нас мы украшаем различными узорами. Очень красиво. Когда первый раз народ видит, говорит, какая кропотливая работа, как вы же там работали. А самый большой фокус – это то, что вот старые салфетки, тюлевые ткани дают нам уже готовые орнаменты. И наша задача – сделать только оттиск этих орнаментов. Что мы делаем? Значит, это берется каталочка, и вот так вот мы прокатаем, чтобы материал вдавился в глинку. И меняется прямо… Что за них хочешь? Бери, береги. Вот, это наше будет… Вот видите, какой отпечаток получается? Да, хороший узор был. То есть узор вот этого замечательной салфеточки, он полностью у нас отпечатался на ткани. Очень-то интересный метод такой, простой. Кстати, этот метод используют сейчас очень много в пластической глине, раз, в пластификаторах. Есть даже живописные работы художников, которые отпечатывают, краска через ткань на холсты наносят. Значит, посмотрите, с этой стороны тоже отпечаталась холстина. То есть я бы могла и такое сделать платье у моего ангела. Но поскольку задача сделать красивое, я оставляю тот узор. Значит, я сматываю, скатываю теперь в виде конуса свою конструкцию. и немножечко подмажу то место, где у нас будет приклеиваться одна часть ко второй части. Это как клей вот этого сейчас наносите? Это жидкая глина называется, Машенька, как наша жидкая глина? Шликер. Шликер. Это у нас научное слово. Единственное шликер. Уже все изучили? Молодец, уже в терминах разбирается. А хотя вот только-только начинает? Я зашиваю, я зашиваю свою составную часть, две составные части, составленные вместе части. Сейчас Машенька сделает крылья, мы приклеим крылья. И останется только вот Сашина голова. У меня прогресс. Замечательно. Уже... Замечательно. Ты такой взрослый ангел. Голова уже настоящая у нас. За счет таких бровных этих... Так, вот у нас есть отверстие, куда мы сейчас приклеим нашу голову. Голова готова, да? Внутри есть отверстие у него? Ага. Значит, все, да. Вот, посмотрите, Саша, у вас есть данные скульптора, потому что фактически вот ту голову, которая... Значит, что наша задача какая? Заключается в следующем. Чтобы внутри нашей головы была пустота. Машенька, почему мы делаем пустоту? Потому что... Ну, говори. Ну, чтобы голову насадить, наверное. В первую очередь, потому что толстый кусок глины будет долго сохнуть. Ага. Вот, и чтобы быстро он высох, нам надо, чтобы воздух туда, вовнутрь заходил. Помнишь, да? Теперь вот у нас появилась такая пустота и шея. Сейчас я это буду вставлять вот сюда вот вместе. Так, крылышки. Саша, тебе нравится ангел? Это какой-то тотем. Остров Пасхи. Да, 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 да. Но мы вам благодароним густотой, густотой, густотой шевелюры. Я старался сделать его более нежным, но... Получился буртальный ангел, да? Первый блин. Нет, он просто будет задумчивый. Волосы сразу становятся... Делают его лиричным. Да. Но я не успел губы сделать. Может быть, как-то мы сделаем губы. Как у тебя разресило. Так, вот у Маши есть уже две половинки крылышков. Два крылышка. Давай чуточку вот так вот сейчас, смотри, я нарисую. А ты это дело вырежешь и уберешь. Хорошо? Я выровняю вот так вот, пожалуйста. Вот вырезай и убирай. Вот это лишнее. Так. А мы сейчас пока... Тамара Валерьевна, вот губки. Вот чуточку вот так придавим, чтобы оно хорошенько... Да, 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 да. Не, ну тут надо поправить. Саша, делаем, делаем. А волосы кто будет делать? Волосы? Я просто покажу один фокус, который очень быстро мы делаем. Вот чеснокодавилка вам здесь... Африканский. Это наше любимое домашнее приспособление Е. Всем знакомое Е, да? Да. Вот, но хитроумные лепщики из глины быстро сообразили, что если мы будем запускать вместо чеснока сюда глину... Получится вывод. Вы чувствуете, что будет, да? Будут червячки, червячки такие длинные. Я даже вот еще какой сейчас сделаю момент. Вот смотрите, выдавливаем. Вот, видите, шевелюра волос пошла. Ну точно, ну точно африканец. Нет, не африканец. Маша смотрит зачарованно, потому что первый раз она видит этот инструмент. Я этот инструмент от них прячу. Если я, не дай бог, выложила этот инструмент на стол, то все начинают давить. Они начинают с этого. Они давят, давят, и потом придумают, что вот из этого можно вылепить. Значит, мы намажем шликером голову, и вот с одной стороны приклеиваем одну, так бы. Вот, у нее уже получается прическа, у Ангела. Чуточку носик я подправлю. Да-да-да-да, вот, чтобы... Так, Машенька есть, да? Хорошо. То есть это, получается, волосы с одной стороны. Сейчас мы приклеим наши крылышки, и крылышки мы вот так вот соберем. Красота. Второй, снимай крылышко. Второй, снимай крылышко. Сейчас мы вот это крылышко приклеим. Прямо на наших глазах происходит какая-то магия. Это процесс очень быстрый. Вот, казалось бы, вот эти веревочки, что-то такое вот несуразное. А вот раз, и легли, и красиво. Так, значит, у нас будет вот тут вот крылышко. Так, держи пока, да. Вот мы приклеим тут крылышко. Но чтобы такое проделывать дома, это же нужно терпение, это нужна самоуверенность какая-то в себе, или хотя бы способности. Вы знаете, это фактически, чтобы преодолеть вот этот психологический барьер, нужно просто пройти четыре урока по клине. То есть он, эти четыре урока ознакомят вас с методиками, методами. Вот это метод пласта, повторяю. Есть еще метод веревочек, есть метод вытягивания. И когда вы поймете, что эти методы, фактически они дублируют друг друга иногда, но овладеете этими методами, то у вас исчезнет страх перед глиной. Вы вспомните какой-нибудь метод и сможете вылепить абсолютно все одним даже только методом. В данном случае мы вот два метода использовали. Это метод пласта и метод вытягивания из шарика. А я вот думаю, почему все фигурки вот из глины, они внутри полые? Всегда обращала внимание, что в центре или внизу какая-то дырочка, или что тут какая-то вот пустота. Они полые все. Почему? Потому что самая удобная для лепки толщина у глины – это вот клеточка пресловутая в тетрадке для математики. То есть это 5 миллиметров. Если вы делаете большое изделие, работу, то это 1,5-2 сантиметра. Миллиметра. Нет, сантиметра, извините. И самое толстое из глины изделие у нас, которое используется на стройке, красного цвета, прямоугольные формы, у него тоже стандартная толщина. У него толщина 5 сантиметров. Потому что это последняя максимальная толщина, когда красная глина может обжечься при температуре 980 градусов. То есть толще, если будет, уже не обожжется. Ну вот наш ангел. Да, лицо у него у нас немножко пятиконтропное такое. Это абориген. Абориген и когда-то на месте. Так, выдавите еще немножко червячков сама, хорошо? Нашего города они жили давным-давно. А можно, Тамара Валерьевна, раскрашивать каким-то образом глины? Да. Значит, мы раскрашиваем обычным древним способом, это двумя ручками. Это красная глина наносится кисточкой, вот этим шликером, такой чуть потоньше, побольше водички, называется ангоп. Это древний способ. Красная глина по белой глине расписывается, белая глина по красной глине. То есть все народы мира проходят. Краски, ничего. А глина глина раскрашивает. Глина глина. Это первый такой способ. Древний, я говорю. А потом прошедший... Чуть больше-больше выдавливай. Длиннее, чтобы были, да? Цивилизация, когда... Давай откроем. Подожди, Машенька, давай я помогу. Когда цивилизация уже освоила изготовление стекла, то появилось такое использование стекла с цветом окислов для нанесения... Сильнее дави. Ага. Для нанесения уже на глину цветов различных от металлов, от окислов металла, который называется глазурь. Стал называться глазурью. И фактически вся глина во всем мире, если она цветовая, то это глазурованная глина, она вдобавок дает возможность еще предохранять глину от попадания влаги. Глина сама остается пористой после обжига. И потихонечку влага через нее проходит. Кирпич. Вот кирпич, который крошится от замерзания, перемерзания, потому что туда попадает влага. Ну, в общем-то, наш ангел готов. Мы можем сделать еще ручки. Подождите, надо облагородить все-таки лицо. Он мне не дает покоя. Что это, Саша? Пусть это будет девочка. Ангел-девочка. Хорошо. Хотя они все... Ну, лицо, Саша, уже... Вот сюда, сбоку, хорошо? Да, да. Значит, я сейчас покажу маленький фокус, как мы облагородим. Прекрасно. Ну, смотрите, уже слушать. Да, мы просто сделаем такую штучку. Вот на глазах, насколько я вижу, мы чуточку вот эти глаза, как бы придадим им очертание снизу вверх. Это очертание спящего, задумчивого человека, мечтающего, поющего, мыслящего. Вот такой вот ангел у нас стал. И чуточку вот так бороду сейчас вдавим, опа, и будет нормальный ангел. Да, 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 да. Ой, уже что-то и... Покажите мне его потом в анфас. Ну что ж, уважаемые гости, Тамара Валерьевна, Машенька, мы благодарим вас за то, что вы к нам сегодня пришли, вот слепили такого ангела. Конечно, не каждый в домашних условиях, может быть, сможет это сделать, но, во всяком случае, люди увидели, что это, в принципе, не так сложно, нужно просто немножко терпения и знать, куда прийти, что есть люди, которые с удовольствием займутся и научат, и обучат. Вот, поэтому успехов вам, творческих идей, новых, вдохновения, реализации всех ваших проектов. С наступающим вас Новым Годом! Спасибо большое, ребята. Вас тоже всех наступающим Новым Годом! И хотелось бы пожелать, чтобы у нас в Гомеле было побольше центров, которые лепят, и где можно научиться лепить, и где можно пить и вылепить любой подарок, какой вы захотите. Я лично получил большое удовольствие, ощущения интересные, их нужно будет еще осмыслить. Большое вам спасибо, Тамара Валерьевна, и хочется пожелать вам и вашим детям нескончаемого креатива, творческого полета фантазии, ну и, конечно, новых достижений на конкурсах и всевозможных мероприятиях. До свидания! Всего хорошего! До свидания! Ну, а телезрителям мы напоминаем, что в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель» была известная скульптор Тамара Валерьевна Дмитриева. Уважаемые телезрители, дарите друг другу в Новый Год много радости, много счастья, не скупитесь на добрые дела, не жалейте на это времени и сил. Ведь это лучший подарок, который можно преподнести окружающим. Это была программа «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4». Всех с праздником! До свидания! До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok «Добрый вечер, Гомель» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Добрый вечер, Гомель» «Добрый вечер, Гомель» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok